Время подводить итоги на Артик ТВ. Здравствуйте. Жуткая история в Кандалакше. Большие беды маленьких детей. Кто виноват и что делать? А главное, как вести себя в этом случае родителям? Поговорим с уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области Борисом Коганом и протереем Владимиром Семеновым. Как долго можно протянуть на прожиточный минимум, мурманский блогер решил проверить на собственном опыте. Пенсионеры, не успевшие оформить карту МИР, рискуют отправиться в отпуск без денег. Как исправить ситуацию, расскажет управляющий пенсионным фондом РФ по Мурманской области Вадим Корнов. Все самые заметные события в нашем недельном обзоре смотрите прямо сейчас. В опиющий случай жестокости в Кандалакше 15-летний садист напал на 11-летнего мальчика, а после, решив, что жертва мертва, раздел и закопал в снег. Когда мальчика достали из сугроба, температура тела составляла всего 26 градусов. Переохлаждение, реанимация ребенка чудом спасли врачи районной больницы Кандалакши. Уже на следующие сутки мальчика перевели в общую палату. Алексей, пострадавший мальчик, вместе со своей мамой со вчерашнего дня, находится в совместной палате в центральной районной больнице. Они обеспечены всем необходимым. Буквально вчера я навещал, их передавал слова поддержки от всех Кандалакшан, потому что сегодня весь город переживает за состояние здоровья Леши. ЧП привлекло внимание не только местных правоохранительных органов. Председатель Следственного комитета России поручил поставить уголовное дело о покушении на контроль в центральном аппарате. Александр Бастрыкин потребовал дать оценку действиям или бездействия сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль. Кроме того, председатель Следственного комитета России поручил проверить полноту и объективность процессуальной проверки принятых следственными органами решений по ранее совершенному подростковому преступлению. В отношении 15-летнего подростка завели уголовное дело. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Два года назад молодого человека помещали уже в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток за то, что он сбросил с дамбы 8-летнего ребенка. Убийца и рецидивист он издевался над детьми и чувствовал безнаказанность, рассказывают местные жители. В комиссии по делам несовершеннолетних семью знают с 2011 года. Маме неоднократно было рекомендовано обратиться к врачу-психиатру и пройти какое-то лечение. Надо отдать должное, мама не отказывалась от этого лечения, но и при этом она отказывалась его помещать в стационар. Она пыталась в домашних условиях, значит, те лечения, которые были назначены. К сожалению, мы не можем проконтролировать, правильно ли и систематически ли они принимали такие лекарства. Но с ребенком всегда работали психологи, социальные педагоги школы. Ребенок очень интересный, интересная личность. Он не отказывался, он всегда общался, он шел на контакт, он очень отчитан, он ходил в библиотеки. Но при этом, особенно мы наблюдали, когда это была весна и осень, у него началась агрессия. Педагоги писали прощения и его переводили на домашнее обучение. Потому что он срывал уроки, причем не просто срывал своим поведением, он там кидался стульями, партами. Мы пригласились сегодня в студию полномоченного по правам ребенка Мурманской области Бориса Семеновича Когана. Здравствуйте, Борис Семенович. Здравствуйте. Я так понимаю, что непростая для вас выдалась неделя. И, конечно же, нас интересуют последние новости, если там в принципе можно говорить о новостях. Или даже скорее, знаете, какие оргвыводы последуют. Какая системная ошибка была допущена, что это смогло произойти. Давайте так. Наверное, я уже ничего не добавлю. Внимание этой трагедии было уделено с помощью ваших коллег и вашей телекомпании очень много. И я уверен, что наша аудитория знает, что случилось. Мы хотели бы просто работать над ошибками. Какая должна быть проведена теперь? Давайте я вам скажу то, что очень хотел бы высказать телезрителям. Надеюсь, что это наши родители. Значит, вот смотрите. Случилось то, что случилось. Пострадал ребенок, чуть не погиб. Спасибо, что все матери, которая сейчас активно боролась с врачом, конечно, в первую очередь. Вроде бы, говорят так, что с мальчиком ничего плохого уже не будет. Пострадал мальчик из-за жутких, вопиющих действий подростка, который старше его. Как это случилось? Это не конфликт. Это не драка мальчишеская. На это салатся не будем. Я вот, когда ознакомился с обстоятельствами дела, я попросил, мне предоставили материалы. Начнем с комиссии по делам несовершеннолетних. Я увидел послуженный список этого подростка, начиная с 2016 года. Апрель, май, июнь, август. Это он столько раз с родителями был на комиссии по делам несовершеннолетних за противоправные действия. Что послужило причиной вызова его? Его противоправные действия. Они разные. Но чаще всего это оскорбление, унижение, нападение на сверстников. Скорее всего, детей младшего возраста. Там есть и другие моменты. Мне так казалось бы. Когда случилось раз, второй раз, комиссия сделала, что могла, предупредила, родители штрафовала. Можно было тем родителям, дети которых пострадали от этих всех событий, могли они какие-то свои действия предпринять. Ведь закон говорит, вы защищаете интересы ребенка, родители. Что в этих случаях делать? Я вот свидетельствую, я участвовал в таких судебных заседаниях. Мама или папа подает судебный иск к родителям ребенка. Потому что ребенок за свои действия не всегда отвечает в связи с возрастом. Этих событий не было. Может быть, никто не подсказал? Может быть, те же инспекторы комиссии по делам несуществующих-нолетних должны были провести работу? Они должны всегда завершать свою работу. У вас есть такая возможность, такая возможность. Два года назад наша Дума приняла очень правильное решение. Жертвам насилия им бесплатная юридическая помощь положена. Я участвовал в том, чтобы такое положение было. Родители, детей, которые пострадали от насилия, опасаются, что понесут какие-то материальные расходы. А где можно эту помощь получить? У нас в каждом регионе есть список адвокатов, которые в соответствии с соглашением с правительством оказывают эту помощь. Как минимум, муниципалитеты им должны подсказать. Обязательно. В Кандалахшине есть, в любом городе они есть. У меня опять вопрос. А может быть, этим родителям никто не подсказал? У них нет медицинского образования, они не психологи. Почему, допустим, общеобразовательная школа, педагогический коллектив, не сказал, что у нас есть опасения, что здесь нужна консультация психиатра? Или, допустим, те диспансеризации, которые ежегодно школьники проходят? Я защитник прав детей, а не преподаватели. Но все-таки я хотел бы в части защиты их позиций сказать, если я, как директор школы, получаю заключение по итогам пребывания. Мальчик все-таки был месяц в Центре временного содержания, где его изолировали. И там с ним проводили реабилитационную работу. Вот я ее получил. Ну, как жертва. Как директор школы. Нет, нет, он был там, как виновник событий. За те события, которые были ранее. Вот. Значит, есть рекомендации. Необходимо организовать досуг подростка. Правильно, все верно. У него был кружок, он в театральном, он библиотеку посещал. Он молодец. Вот. Дальше звучит рекомендация. В позиции взрослых необходимо терпение и искреннее сочувствие Кириллу. Вот для этого нужно быть специалистом Центра временного содержания. Это нужно каждому ребенку. А вот где информация о том, что люди, обратите внимание, у него элементы агрессии, садизма. Он даже сам себя исхезал, оказывается. А мы можем вообще ставить вопрос о компетентности сотрудников Центра, которые выдают такие заключения? Это общие фразы. Я это и сделаю. Я попрошу Управление внутренних дел оценить вот такие выводы. Как же школа может по таким выводам работать? Разве нельзя каждого школьника с вниманием и чуткостью относиться? Это их обязанность. А где конкретно по этому подростку, что здесь есть угроза? Вот этого не было. Это удивительно. Думаю, что чтобы все-таки установить предел таким вот ситуациям, надо определить алгоритм. Один-два раза побывал, третий раз это ЧП. И должна быть другая реакция в административном, в уголовном преследовании. Нельзя вот каждый раз вот так вот формально штамповать вот решение комиссии по делам несовершеннолетних. Надо, чтобы кто-то отвечал за это. Какая все-таки дорожная карта, не очень люблю это слово, но должна быть здесь какая-то программа действий в отношении таких детей. Мне казалось, что у нас в школах везде есть даже телефоны, психологическая помощь, телефоны в доверии круглосуточных. Все это есть. Если ты стал там жертвой насилия, но предполагать, что насилие домашнего, в семье, родители. Собственно, вот есть же такое... Вы посмотрите, маленький город, да, вот случилось то, что случилось, обидели ребенка, унизили его, все. Проходит некоторое время, этот юноша приходится слезами на глазах, мама рядом, вы меня извините, вы меня простите. И люди гуманно поступали, прощали, они не видели, они не понимали, что это неправда. Но это очень трудно распознать. Это действительно должны делать профессионалы. Он не наблюдался нигде. То есть, вы считаете, что спасение утопающих в данном случае, дело рук самих утопающих, и нужно вооружить наших всех родителей знаниями, как они должны защищать своих детей. Должны делать родители. Значит, если ваш ребенок стал жертвой насилия, вы обязаны обратиться с заявлением? Вот смотрите, не только насилие. Вот сейчас только из школы вернулся, но не буду говорить какой. Ребенка там обидели. Он получил какое-то унижение. Родитель должен восстановить эту ситуацию. Ребенок должен чувствовать, что есть справедливость, что перед ним извиняться, или что больше это не повторится. Это не обязательно должно быть какое-то физическое воздействие. Дети в таком возрасте больше даже угнетаются, когда получают психологическое, тот же буллинг и все остальное. И я думаю, что, повторюсь, извините за казенные слова, законные представители интересов детей, родителей. Разумеется, они не должны действовать в одиночку. Поэтому 10 лет назад, помимо того, что у нас около 20 субъектов профилактики, еще установили институт уполномоченного по правам ребенка. Не детей, а ребенка. То есть я обязан заниматься каждым, кто обратится. Да так обратитесь. Мы же узнали об этой ситуации, о том, что случилось, что у него такой послуженный список, только когда случилась трагедия. То есть два пути. Во-первых, обратиться в суд на родителей виновника. Такая непременно, если вы не знаете, как спросить у инспектора по делам несовершеннолетних, обратитесь к бесплатному адвокату, который есть в каждом муниципалитете на этот случай. Второе открыто приемное, уполномоченный параллель. Электронная связь, любая мобильная связь всегда доступна. Я буду работать или другой уполномоченный, это такой же человек, такая же должность, как учитель, врач, библиотекарь и так далее. Это навсегда. И нужно пользоваться всеми механизмами, которые есть в интересах ребенка. Спасибо большое. В нашей студии был уполномоченный параллель ребенка в Мурманской области. Борис Юрьевич Школов. Спасибо. Всего доброго. Андрей Чибис поручил наградить врачей, спасших жизнь мальчику. Этот вопрос обсудили первым на оперативном совещании в региональном правительстве. Губернатор поручил Министерству здравоохранения разработать предложение по награде. Уже на следующий день Андрей Чибис лично вручал награды сотрудникам Кандалакши ЦРБ. Спавший жизнь 11-летнего ребенка, найденного в снегу после нападения. Благодаря слаженным действиям бригады скорой медицинской помощи и врачей реанимации, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Открывая 9-й медицинский конгресс Северной Сиани, в Мурманске глава региона выразил почтение и уважение всему медицинскому сообществу Заполярья и в торжественной обстановке вручил региональные награды медикам из Кандалакши. Все врачи в дополнение к наградам получили денежное поощрение. Мы продолжаем разговор на эту тему с отцом Владимиром. Здравствуйте, отец Владимир. Секретарь архиерейского совета у Мурманской митрополии протерей Владимир Семенов сегодня согласился к нам присоединиться. Вот видите, как у нас получается, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И вот сейчас мы столько копий ломаем, машем кулаками после драки, ищем виновных в этой жуткой истории, случившейся с детьми в Кандалакше. Кто-то винит семью, кто-то винит школу, другие ищут пробелы в работе правоохранительных органов, предъявляют претензии к психологам и психиатрам, которые, возможно, просмотрели какую-то патологию. А что скажете вы нам? Как-то тешите, может быть, нас или направьте? Как так получилось, что мы все, собственно, просмотрели? Эта проблема отнюдь не в отдельности взятых правоохранительных органов, органов опеки, органов образования. Нет. Эта проблема вообще совершенно общая, проблема нашего общества современного. И если прям вот посмотреть в корень проблемы вообще в принципе детской агрессивности, детской озлобленности, это все начало эта семья. И поверьте, даже еще до того, как ребенок родился. Дело в том, что уже абсолютно точно доказано научно о том, что закладка генетического материала будущих детей происходит в умах родителей, когда еще ребенка нет. Вот, например, если мать решается на аборт, то есть она закладывает, изменяет свою вот эту вот некую генную там цепочку, закладывая в эту генную цепочку уже возможность убийства. Она решается на это убийство. И она убивает в себе ребенка. Почему церковь выступает категорически против абортов? Именно поэтому. Потому что следующий рожденный ребенок, перенимая от матери частично генетический материал свой, который у него формируется потом, он захватывает вот это зерно, которое потом может, не всегда, но зачастую может вырасти вот в тот ген, который транслирует ребенку. А генетики что говорят по этому поводу? Это говорят генетики, это не я говорю. Ага. Так вот, поэтому и сейчас рост вот этой такой жестокости детской, агрессивности, как один из факторов рассмотрения существующей такой вот агрессивности детской генетики говорят о том, что огромное количество решающихся женщин на аборты как раз и закладывают вот это впоследствии выраженную агрессивность своих будущих детей. То есть получается в странах, где на загаданательном уровне аборты запрещены, подростковая агрессия не так выражена? Ну для этого нужно, наверное, провести какой-то срез, какие-то исследования. Но такая гипотеза у меня появилась. Но такая гипотеза существует. А если вы хотите услышать, допустим, сугубо точку зрения меня, как православного священнослужителя, не говоря о генетике и каких-то таких глубоких научных изысканиях, то духовная составляющая в семье это однозначно закладка будущего характера ребенка. И если он в семье растет, понятное дело сейчас там папы заняты добычей пропитания. Да и мамы тоже заняты. Мамы заняты добычей пропитания. Плюс еще сейчас такая очень новомодная штука. Женщины категорически борются за свое равноправие с мужчинами. Да победили уже. Да победили, я понимаю. Что мы имеем? Что у нас ребенок растет в семье, где папа занят своими делами, вроде бы на благо семьи, мама занята своими делами, вроде бы на благо семьи. Дополнительно между собой папа и мама конкурируют в своей доминанте в семье, а ребенок сидит в компьютере. А что мы видим в компьютере? Слава богу, если там закрыты запрещенные каналы. Но там не закрыты совершенно ни игрушки, которые в 99% проповедуют только насилие. Только насилие. У нас даже если там какие-то машинки ездят, то этими машинками обязательно надо биться, обязательно их надо сталкивать куда-то. Я наблюдаю, у меня тоже сын вырос, я видел, как это все происходит, во что они там пытаются играть. Если это какие-то солдатики, то это однозначное насилие. И еще интересная штука. Как в этих играх все происходит? Там ведь как, застрелил человека, он там или ударил его машиной, он отлетел, встал, отряхнулся и дальше пошел. То есть у ребенка с самого маленького возраста закладывается понимание того, что убить это ничего такого страшного. То есть даже если там вот ударил его, придушил, он встанет, отряхнется и дальше пойдет. Нету совершенного понимания о том, что убийство это навсегда. То есть если ты убил, то все. На этом жизнь человека закончилась. В этом случае абсолютно то же самое. Человек закопал человека, человек закопал человека. Живого еще человека. Но видите, какую мы удобную позицию заняли. Мы сказали, это изверг. А мы белые пушистые. Может быть, нам стоит подумать над термином благополучная семья, как было сказано, вырос в полной благополучной семье. Там есть достаток, у него есть стол, стул, там не знаю, компьютер. Папа, мама в наличии. Соответственно, если там нет духовности, то семья не может считаться благополучной. Никогда достаток не заменит родительскую любовь. Можно ребенка утопить в роскоши, в деньгах. Мы видим, к сожалению, проявление такое, как был такой термин, да, сейчас я не знаю, насколько он существует или нет, но где-то в нулевых годах очень ярко был такой термин касательно молодежи. Говорят, золотая молодежь. Это как раз молодежь, которая утонула в роскоши. Машины, отдых, пальмы, яхты и все остальное. Ну и мы видели, что это за молодежь в большинстве своем. Совершенно бездушная, которая тут же забывает о своих родителях, которые совершенно не дают отчет о том, что их поведение перекладывается и на их родителей. Сколько мы помним случаев этих жучайших аварий, катастроф, которые лишали жизни совершенно неповинных людей. И ведь это тяжелейшим грузом рушилось и на семье. И да, сидели семьи и говорили, как же так? Он в этот рост, мы его так любили, мы ему все давали. Да не в этом же проблем-то давали. Давать можно сколько угодно. Любви-то не давали. Не было вот этого, что такое семья. Может, ты же не понимаешь смысла любви? Что такое любовь? Ну как, ну мы же вот в кружок отвели, уроки проверили. Мы сейчас коснемся очень тяжелой темы, за которую потом и меня катком прокатят. Но я так могу сказать. Детские сады – это то, что уродует наших детей. Мама должна сидеть дома и заниматься ребенком. Потому что ребенку нужна материнская любовь. Вы знаете, когда к нам в школу приходил священнослужитель и объяснял, почему мы, родители, должны проголосовать за такой предмет, как основы православной культуры, он задавал вопрос, вы кого хотите вырастить из своих детей? Ну и там началась, конечно, из зала выкрики хорошего человека, гражданина общества. И он сказал удивительную вещь для нас, что вы должны пытаться вырастить из своего ребенка святого. Мы говорим, как это? Ну святые же, они на небесах. Он говорит, нет. То есть любого человека, он движется к святости, делая правильный выбор между добром и злом. И вы должны дать ему какие-то ориентиры. Или, по крайней мере, сказать, что это его миссия, как человека, сделать правильный выбор. Батюшка совершенно прав. Может быть, это как-то несколько нам режет слух, когда мы говорим, что святой при жизни. Ну, во-первых, у нас огромное количество... Ну, шанс есть у каждого. Да, святых при жизни. И это огромное количество как раз в русской православной церкви. Сергий Раджерский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Крестьянкин, наш современник, это величайшие столпы русского православия, которые, в общем-то, доказали совершенно очевидным своим жизненным примером, что святости можно добиться и при жизни. Давайте все-таки во время этой дискуссии, и там на Первом канале Бурно обсуждали, я все вслушивалась, какие будут рекомендации. Да, вот в этой студии уже был полномочный по правам ребенка, он рекомендовал родителям не оставлять зло безнаказанным, добиваться справедливости и предъявлять иски родителям, вот, малолетних агрессоров. А психологи рекомендуют посещать психологов. Но я уверена, что вы в таком случае, наверное, напомните, что можно ходить и в церковь. Это сейчас, знаете, если бы мы здесь стояли вот здесь все так вот вокруг, то получилась бы такая смешная ситуация, а каждый одеяло бы тянул в свою сторону. Ну, просто об этом вообще никто не сказал. Сходите с ребеночком в церковь. Дело в том, что вообще, если говорить о Боге, о церкви, это должно впитываться с кровью матери. И если у нас, простите, семьи, ну, огромное количество семей, я с этим сталкиваюсь, допустим, даже не хотят крестить ребенка, не хотят принести ребенка на причастие, не хотят и категорически против того, чтобы ребенок общался в осредственной школе со священнослужителем. Мы сейчас тогда, получается, о чем? Мы вернулись опять к изначалу. Родители не готовы дать детям то, что потом оградит ребенка от лишней агрессии, от ненависти. Родители – это вчерашние дети, поверьте. Время так быстро пробежало. Конечно, конечно. То есть, а нас тоже в свое время не водили, потому что не принято так было. Нас другие организации водили под бой барабанов. Согласен. Вот вас водили под бой барабанов, и меня водили под бой барабанов. Но вот, слава Богу, я служу Господу Богу 25 лет, хотя моя семья, я не помню, вот так сознательно обращаясь в свое прошлое, чтобы меня водили в церковь. Меня не водили в церковь. Ну да, в общем-то, Чеченская война сыграла огромную роль на мое мировоззрение, которое заставило задуматься о Боге. Но это нельзя взять и сказать, мы не смогли, мы не успели. Вот когда мы не можем, не успеваем, не додаем, мы получаем то, что мы получили в Кандалакше. Это, конечно, ужасно, но, может быть, эта трагедия заставит действительно задуматься о Боге тех, кто забыл. Дело в том, что на сегодняшний день, какая у нас интересная такая ситуация возникла. Сейчас категорически такая прямо волна, агрессивная волна, чтобы детей от церкви отдалить, убрать, что церковь не нужна. Это все опиум для народа, как прям фактически лозунги звучат сейчас безбожных времен. Мы вот этим самым, мы сейчас только еще больше вот этот ком, который крутится, озлобленности, недовольства, мы его еще больше будем раскручивать. Ведь если взять вообще идеологию церкви, служение церкви, оно направлено исключительно на терпимость, на любовь, на внимание к ближнему. Все основы той идеологии, которую церковь дает, они направлены против агрессии. Усмотреть в поведении каких-то заблудившихся священнослужителей, что они этого не делают так, как написано, и сделать это догмой, это большое заблуждение. Ведь церковь свята. В больницу мы приходим, ведь в больнице нас лечат, но не все врачи здоровы. Врачи многие тоже требуют лечения. Это тема уже для другого разговора. Спасибо большое. Согласен. Да, приходите к нам порочаще. Протеерей Владимирович Леонидов, секретарь архиерейского совета Мурманской метрополи, сегодня, я думаю, вдохновил кого-то. Дай бог. Для того, чтобы сходить в церковь. Спасибо большое. Дай бог. Спасибо большое. Прямо сейчас реклама на телеканале Артик ТВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги» на телеканале Артик ТВ в студии Александра Ритонская. Проблема ВИЧ и СПИД долгое время не получала должной огласки. И вот, когда об этом заговорили во всеуслышание, стало известно, что число инфицированных в России уже более миллиона человек. Мы решили узнать, как в Мурманской области обстоят дела с выявлением и лечением ВИЧ-положительных людей. Узнать свой ВИЧ-статус можно в Мурманском центре специализированных видов медицинской помощи. Это бесплатно и при желании пациента анонимно. Процедура простая. Кровь берут из вены. Перед сдачей не нужно соблюдать диету или приходить строго в утренние часы. Результаты анализов известны уже на следующий день. На учете в Мурманском СПИД-центре состоят более 3000 ВИЧ-положительных людей. Каждый год специалисты выявляют до 440 зараженных. По словам вирусологов, сейчас в зоне риска находятся не молодежь, а люди среднего возраста. Если раньше ВИЧ-инфекция еще 10 лет назад регистрировалась в группе 18-29 лет, то сейчас 29-49 лет – это основная группа ВИЧ-инфицированных, которая составляет более 60% от всех лиц инфицированным вирусом и дефицита человека. Шокирует и то, что все больше женщин, в том числе беременных, болеют ВИЧ. А вот школьники и студенты в силу половой грамотности вне группы риска. Такому результату способствует просвещенческая деятельность, которую ведет, например, Красный Крест. Мы берем ребят, начиная с 9 класса. Ну, раньше не сильно для них актуально, и как-то они не особенно интересуются темой. А в 9 классе, да, уже поступают достаточно интересные вопросы. Когда мы приходим в колледж и ведем полноценный полуторачасовой тренинг, там, да, там есть очень много запросов от ребят, потому что они все равно уже ведут половую жизнь. И иногда у них возникают сомнения, все ли они сделали правильно, проговорили ли они какие-то моменты с партнером и так далее. Конечно, волонтеры ставить диагноз не могут. В случае сомнений человеку нужно обратиться к специалисту. При положительном результате анализов в Мурманском центре СПИД оказывают психологическую и лечебную помощь. И при регулярном приеме препаратов ВИЧ-положительный человек будет жить без каких-либо ограничений. Государство очень активно реагирует в этом вопросе, всячески помогает СПИД-центрам территории районов нашей необъятной страны в том плане, что обеспечивает новыми современными препаратами, комплайнс которых предполагает прием лекарств всей схемы один раз в сутки. Лечение подбирается индивидуально. Препараты выдаются бесплатно, и их количество есть в необходимом объеме. Кроме того, существуют таблетки, защищающие от заражения ВИЧ-инфекцией. Они также выдаются бесплатно в Мурманском СПИД-центре при соблюдении временных рамок. Существует постконтактная профилактика, которая предусматривает в первые 72 часа начало приема антиретровирусных препаратов. Тем самым, если произошел контакт с потенциально инфицированным человеком и имеется риск инфицирования, то при приеме антиретровирусной профилактики человек остается здоровым. Заразиться ВИЧ можно только через кровь. Например, инфицированные иглы, но не донорство. А также при незащищенном сексе, что является самой частой причиной. Но стоит помнить, что ВИЧ не приговор. И при любых сомнениях нужно немедленно обратиться к специалистам в Центр специализированных видов медицинской помощи на Лобова, 10. Или записаться по номеру телефона 22 50 08. По горячим следам наши корреспонденты решили выяснить, у мурманчан, а знают ли они о способах передачи ВИЧ. Вы знаете способы передачи ВИЧ? Точно знаю, что можно половым путем его передать. Потом какие-то насекомые, по-моему, могут передавать его. Все, больше не знаю. А если пользоваться одной посудой? Ага. Возможно. А при поцелуе? Думаю, нет. А вы хоть раз сдавали тест на ВИЧ? Нет. Знаю, половым путем. А также через кровь получается, если попадет, да. А если пользоваться одной посудой? Нет. А при поцелуе? Нет. А при бытовом контакте? Это может получиться, да, если, допустим, ранка будет во рту. А вы хоть раз сдавали тест на ВИЧ? Да. Страшно? Нет. Через кровь, половой, что еще? Комар может перенести? Насколько я помню, нет. А одной посудой, если пользоваться? Нет. А вы хоть раз сдавали тест на ВИЧ? Да. При приеме на работу. Большая часть из тех, с кем мы пытались поговорить или опросить, отмолчались. А ведь говорить о ВИЧ не страшно и не стыдно. Предупрежден, значит вооружен. В соцсетях вирус иммунодефицита человека часто сравнивают с эпидемией коронавируса. Такое противопоставление, конечно, лишено всякой логики. Ведь как способ распространения, так и воздействия на людей эти болезни оказывают разное. Коронавирус, с точки зрения обывателя, конечно, сильнее обычного гриппа или ОРВИ, но излечим. К слову, в Китае, откуда и пошло распространение заболевания, уже придумали вакцину против напасти. Впрочем, пока непонятна степень ее эффективности. Среди уже поправившихся пациентов регистрируют повторные случаи заражения. Эксперты не спешат бить тревогу, отмечают, такое бывает. У жителей Мурманска нет поводов для беспокойства. Китайцам въезд в Россию запрещен. А случаев заражения в нашей области выявлено не было. Так что, если вы не собираетесь в Италию, Южную Корею или Иран, странах, в которых зафиксировано немало случаев заражения, можно быть спокойными за свое здоровье. Эпидемия коронавируса рано или поздно пойдет на спад. Однако, сохраняется опасность заболевания сезонным гриппом и ОРВИ. Дабы защитить себя от простудных инфекций, необходимо одеваться по погоде, принимать витамины и в местах большого скопления людей носить медицинские маски. В мурманских аптеках они есть в наличии, при этом цены на них не заоблачные. Маски есть, они у нас и были все время. И люди, конечно, берут, постоянно берут. И они у нас все время приходят в масочки. Стоимость одной масочки 15 рублей. Почему безобидный, на первый взгляд, прием постучать по спине, когда поперхнулся, может обернуться трагедией, рассказали в Мурманском арктическом университете. Так стартовал социальный проект «Первая помощь». По статистике Всемирной организации здравоохранения, около 70% людей, получивших травмы в результате несчастного случая, погибают до приезда скорой помощи из-за того, что находящиеся рядом очевидцы не знают, как спасти пострадавшего. Золотые пять минут, когда еще человеку восстановить можно дыхание и кровообращение, и в 50-70%, если к этому приступить грамотно и с навыками отработанными, то человек может вернуться к жизни и к полноценной жизни в последующем. А если потерять эти пять минут, ждать скорую помощь, человек погибнет. В Мурманском арктическом университете стартовал совместный проект Медицинского колледжа и Регионального министерства труда и социального развития «Первая помощь». Участниками практического занятия стали студенты-педагоги. Сегодня сделан акцент на прием поперхнувшийся человек на фантоме, поперхнувшийся Чарли, и базы сердечно-легочной реанимации на фантоме Максим. Ребятам показали, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию. Здесь важно не только количество, а их должно быть не менее 100, но и интенсивность нажатий. Как только вы не дожимаете, компьютер показывает, что вы пропускаете, не нажимаете. То есть вы можете производить нажатие, но очень мало. В ваших действиях не будет никакого смысла. Рассмотрели и случай спасения поперхнувшегося человека. Стучать по спине, как это принято в народе, нельзя. Инородное тело, которое должно вылететь, проталкивается вниз и может привести к летальному исходу. Правильная техника на самом деле очень простая. Главное не медлить. Располагаем кулак в область эпигастрия, проще говоря, под ребра. Вторую руку сверху и делаем толчковые движения. Благодаря таким действиям воздух вытолкнет инородное тело, и человек сможет дышать. Стучать можно только в том случае, когда человек лежит на животе, и движения должны быть как бы выталкивающими наверх. Такие практические занятия проведут не только в университете. Мы будем формировать плавно. В первоочередном плане, конечно, будем задействовать таких крупнейших работодателей, ну самых крупных, да, с численностью от 500 и более работников в черте Мурманской области. Ну и планируем выезжать дальше. Мастер-классы по оказанию первой помощи состоятся также на вокзале и в аэропорту. Степан Романчев, создатель группы ДТП ЧП Мурманск, решил на себе испытать, каково это протянуть на минимальный прожиточный минимум. В течение месяца он будет питаться на 4 тысячи рублей и рассказывать о своих ощущениях в соцсетях. А я рада приветствовать в нашей студии управляющего пенсионного фонда по Мурманской области Вадима Николаевича Корнова. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли к нам в студию. Я думаю, наши зрители тоже рады. И поскольку Вадим Николаевич был так добр, что согласился периодически к нам приходить и о всех каких-то новшествах пенсионного фонда нам рассказывать, пенсионное законодательство, я вас ловлю на условия и будем ждать вас на постоянной основе. А сейчас есть объявление для вас, дорогие зрители. Я так понимаю, в первую очередь касается тех, кто достиг уже пенсионного фонда и получает свои пенсии на банковские карты. Да, я хотел бы донести информацию до пенсионеров, которые получают именно в кредитных учреждениях на банковские карты, правильно вы говорите, не просто на счета какие-то, которым карты не привязаны, а именно на счета с привязанными картами платежных систем иных, чем мир. У нас с 2007 года существует закон о единой платежной системе, нашей национальной, мир. И по нормам этого закона у нас до июля 2020 года предусмотрен переход на эти карты всех получателей пенсии и иных социальных выплат. То есть о чем это говорит? О том, что после 1 июля мы, как пенсионный фонд, будем зачислять пенсии и иные социальные выплаты только на карты МИР и никак иначе. То есть для чего хотел бы обратить внимание, что у нас пенсионеры все уезжают летом в отпуск и уезжают надолго, собственно говоря, отдыхать, заниматься своими делами какими-то на дачных участках. И чтобы не остаться без средств существования, дорогие наши зрители, надо озадачить. И чтобы, да, не было никаких проблем с этим. То есть я знаю, что банки сейчас разрабатывают некоторые системы, то есть чтобы люди все равно получили эти деньги, то есть независимо там, допустим, перечисляем на карту, не являющуюся МИРом. То есть система у банка будет искать, есть ли у этого человека карта МИР. И если есть карта МИР, будет перечисляться туда. То есть если такая карта не найдется, будет перечисляться на какие-то другие счета, которым не привязаны карты, никакие. Туда будет перечисляться. Но опять-таки деньги человек не потеряет, но он не сможет ими управлять, если у него нет какого-то доступа к личному кабинету, да, либо еще каких-то способов пойти в отделение банка, снять эти деньги и так далее. А вы не боитесь, что какое-то будет столпотворение? То есть куда, собственно, сейчас людям идти? Вот наши зрители взволновались, посмотрели, что срок действия их карт не истек, что у них нет карты МИРа до сих пор. Что они должны сделать? Куда им отправляться? В первую очередь сейчас они должны прийти в свой банк, в котором они получают пенсию, на которую перечисляем мы пенсию, и получить карту МИР. После этого не надо никуда там идти. Ну, заказать ее уже не надо. Да, заказать. Но можно даже в приложении, в принципе, я так знаю, что некоторые банки... Кто умеет пользоваться приложением, там можно заказать карту МИР, если нет, прийти... И дальше не надо уже идти в пенсионный фонд, создавать очереди, ажиотаж какой-то. Можно также просто зайти на сайт госуслуг, либо на сайт пенсионного фонда, в личный кабинет застрахованного лица, то есть свой личный кабинет. Опять-таки, туда можно попасть, используя учетную запись с госуслуг. То есть, а какой процент у вас, ваших клиентов, пользуется приложением? Довольно-таки большой. У нас сейчас уже порядка 83% пенсионеров подают заявление в электронном виде, используя именно эти сервисы. То есть, в принципе, и по стране он довольно-таки великий этот процент. Хорошо. А тем, кто все-таки по старинке, ну, может быть, очень на вас захочет взглянуть, отправится в пенсионный фонд. То есть, первым делом, в приоритете, подают они через сайт госуслуг и личный кабинет заявление о доставке пенсии. То есть, указывают там просто свой новый номер счета, к которому привязана карта МИР. И все. То есть, не номер карты, товарищи, а номер счета. Ну, там есть подсказки, он просто не даст указать номер карты. Там будет именно номер счета. И все. То есть, пенсионный фонд следующую выплату будет уже производить на новую карту. И человек, довольный, уезжает в отпуск с этой новой картой МИР. Если человек по каким-то причинам не имеет учетной записи в госуслугах, он опять-таки может прийти в клиентскую службу. И очень хочет увидеть лично Вадима Николаевича. Он идет в пенсионный фонд. Он в клиентскую службу и подает заявление о смене доставки, способа доставки. Указывает новый счет. И происходит ровно то же самое. Мы следующую пенсию отправляем уже на новый счет. Хорошо. А как быть с теми, кто на одну карту получает и пенсию, и зарплату? Я полагаю, что есть такой контингент работающих пенсионеров, у которых зарплатный проект осуществляется не на карту МИР. Если они махнут рукой и скажут, что пускай саккумулируется эта сумма, где эти деньги действительно будут оставаться до того, как они по возвращению, возможно, из отпуска? Потом, когда склонят же ажиотаж эту карту. Все зависит будет от банков. Если они предусмотрят такую функцию, как зачисление на другие счета, автоматическое, то есть без заявления гражданина, то будет аккумулироваться там. Иначе же по закону, если человек не получил, то есть пенсия не была доставлена, то есть карта МИР не существует у этого человека, то в течение 11 дней эти деньги возвращаются в пенсионный фонд. Они, естественно, никуда не денутся, они будут выплачены. Хорошо. Если будут такие потеряшки, кто махнул рукой, уехал, возможно, в глухой деревне у него нет связи, возможно, он уже туда выехал, то есть по возвращении, обнаружив, что у него на прежней карте эти деньги не аккумулировались, он должен первонаперво куда обратиться? В банк с вопросом, где пенсия? В банк, да, обратиться даже не только с вопросом, а сколько открыть себе все-таки счет, к которому привязана карта МИР, либо другой счет иной. И только у нас будет автоматически все туда деньги будут стекаться? Да, конечно, будут перечислены. Ну, подать заявление вот этими способами, которыми я сказал, то есть о смене именно способа доставки, он должен указать новый счет. И мы будем перечислять уже на новый счет. Вот интересные вы цифры назвали, что уже 83% людей, которые получают пенсии, пользуются всевозможными сервисами онлайн. А скажите, пожалуйста, вот на почте еще пенсию получают? Да, получают. В очередях стоят, да? Процент вот сейчас, не скажу, но что-то порядка 20-30% у нас еще получают через почту. А с чем вы это связываете? Это просто какое-то, ну, уже вошло в привычку у людей? Ну, очень многих людей это как культ, такое вот времяпровождение. Культ какой-то, да, пообщаться, прийти туда. Есть люди, мы не будем их исключать, они тоже немалочисленные. Те люди, которые не могут просто-напросто пойти, да, вот и на почту получить, и им удобнее получать, когда им почтальон приносит, когда они непосредственно в квартиру, их пенсию. То есть они все равно есть, и будут. Вот такой процент. В основном эти пользуются люди. Ну, и сколько у вас уже счастливых обладателей карты мира? То есть вот это сообщение делая, вы полагаете, какое количество пенсионеров еще до сих пор не обзавелось? Вот мы связывались с банками, эта цифра, конечно, примерная еще, порядка 15 тысяч. То есть довольно-таки много людей еще, которые не перешли. Мы говорим про Мурманскую область, конечно, про все. Мурманскую область 15 тысяч, порядка, где-то так. Уважаемые зрители, если вы в числе этих 15 тысяч, либо ваши знакомые еще не обзавелись картой мир, вы пенсионер, вы собираетесь отправиться в отпуск, вот последуйте совету управляющего пенсионного фонда по Мурманской области, откройте себе эту карту, и тогда вас отпуск ничто не будет омрачать. Совершенно верно. Спасибо большое. А я вас жду в следующий раз с рассказом о новшествах, которые ждут. Я думаю, следующая тема у нас будет обязательно материнский капитал. Спасибо. Вадим Николаевич Корнов был сегодня гостем в нашей программе. Андрей Чибис показал министру транспорта Российской Федерации Евгению Дитриху Териберку. Во время встречи на территории поселка руководитель федерального Минтранса заверил, что необходимые средства на реконструкцию подъезда могут быть получены, но с условиями, если поэтапные работы будут проводиться качественно и в срок. Евгений Дитрих, проехав за рулем, лично оценил сложности, возникающие в зимний период, на автоподъезде к Териберке и важность реконструкции подъезда к селу. Я отметил, что если запланированные работы будут выполняться в хорошем темпе и без нареканий по качеству, то финансирование могут и увеличить. Реконструкция всего участка дороги на Териберку по предварительным расчетам стоит порядка 5,5 миллиардов рублей. 10 километров дороги отремонтируют уже в этом году. Планы по реконструкции включают подъем и изменение профиля дорожного полотна до определенных значений, которые позволят исключить снегозаносимость. Это основная причина частных перекрытий автоподъезда к Териберке зимой. Ежедневно на городские улицы выходит тяжелая снегоуборочная техника, самосвалы и погрузчики. Но сделать свою работу качественно и быстро мешают припаркованные жителями ближайших домов транспортные средства. Съемочная группа «Арктик ТВ» выясняла, почему нельзя эвакуировать автомобили. Движение на Бачково в любое время суток интенсивное. Здесь расположены детская поликлиника, роддом и дом малютки. По понятным причинам припарковать автомобиль посетителям учреждений сложно. Некоторые жители ближайших многоэтажек оставляют свой транспорт вдоль дороги на неопределенный срок, тем самым вызывая у соседей негодование. Бесит просто, когда машины стоят, ну просто бесхозные, вот и все. Она покупает себе чемоданов, стоят под снежники, вот все. Машина должна ездить. Больше всего такие стихийные стоянки мешают работе коммунальщиков. Чтобы сгрести и вывести снег, времени уходит в три раза больше положенного. Ведь такой мощной техники трудно маневрировать между автомобилями. Нам должно быть оказано максимальное содействие по эвакуации, информированию граждан, которые оставляют свои транспортные средства. То есть мы обращаемся с указанием номеров машин, которые оставлены на улицах, улицах, на которых производится вывоз снега. Но, тем не менее, ГИБДД очень слабо реагирует. В настоящий момент была передана заявка по всем автомобилям, которые находились на улице Бочково. Сотрудников мы не дождались. Руководитель одной из компаний, занимающихся уборкой и вывозом снега, решил уточнить в госавтоинспекции, была ли ими получена заявка. И стоит ли ждать сотрудников ГИБДД. Заявочки обслуживаем, ДТФ, нарушение ПДС, потом к вам подъедут, будут эвакуировать, до утра стоять. У нас постановление действует всего до 8 утра. В таком режиме мы не успеем улицу убрать. А вы что предлагаете? 20 машин эвакуировать за 20 минут? Нет, но заявки были поданы раньше. Мы с 9 вечера начинаем звонить. И в 112 звонили, и к вам обращались. Жителям многоэтажек также не удосуживаются оставлять на лобовом стекле номер телефона для связи. А ведь такая визитка значительно упростила бы работу дорожника. Несмотря на то, что жильцы по улице Бачкова были вовремя предупреждены о том, что здесь будут проводиться уборки, свои транспортные средства они так и не убрали. Прямо сейчас кто-то со своих окон проводит видеосъемку и присылает в группу Мурман ЗТП, ЧП, о том, что ребята, уберите свои транспортные средства. Но, как мы видим, машины также остаются на своем месте. Активные жители города Мурманска, в том числе жители этой улицы, которые через все доступные средства, то есть и порталы, и просьбы обращения к губернатору, жалуются на то, что уборка снега производится нерегулярно, производится некачественно. В результате мы имеем штрафы, претензии к нашей работе. Но я хочу еще раз обратить внимание на то, что мы не можем качественно проводить мероприятия по очистке улицы от снега в тот момент, когда здесь большое количество припаркованных автомобилей, ну и, соответственно, не мешает. Это чужое имущество, которое, ну, есть опасение повредить при уборке. Без содействия, еще раз говорю, соответствующих служб, в том числе ГИБДД, у нас это происходит очень затруднительно. Такую улицу, как на Бачково, можно почистить в течение часа, при условии, что она не будет загружена машинами. Вместо этого у специалистов уходит как минимум три часа. Из-за этого коммунальщики несут дополнительные финансовые потери. Только при налаженном диалоге между структурами проезжие части смогут стать чистыми, комфортными и безопасными. Креативные мужские стрижки. Такой необычный подарок сделали мурманские барберы, ребятам из Центра помощи детям «Ровесник». У маленького Артема нисходит улыбка с лица. Еще бы вокруг столько стильных барберов, которые ему и его товарищам создают новый модный образ. Малыш, как, терпелив? Нет, нет, не терпелив. И каким? Ну, я постараюсь делать так, чтобы он остался довольным. Ванечке тоже трудно усидеть на месте, но он изо всех сил старается не вертеться. Парню очень хочется, чтобы стрижка удалась. Пред началом работы он четко сформулировал, какую прическу желает увидеть. Я хочу себе, чтобы у меня были полосатые линии вот тут, около ушек, а ногаху – волнистые линии. Ребята постарше также хотят получить креативный образ. Стрижку, ну, такую, необычную. Я надеюсь, я ее получу. А какие-то элементы хочешь конкретные? Делал какой-то заказ? Ну, да, делал. Просто, ну, переход с нуля называется. Благодаря современной моде появились новые слова. Например, вместо коротких висков говорят фейт. А стрижет теперь не парикмахер, а барбер. Мастера одного из мурманских барбершопов, так называется парикмахерская, решили помочь реализовать парням из Центра помощи детям-ровесник их самые смелые задумки. Педагоги Центра говорят, что не против даже окрашенных прядей, лишь бы дети были довольны. Мы отнесемся довольно-таки нормально к этому, но ведь каждый вправе выбирать, делать свой выбор, как ему встречися и какую прическу носить. Через небольшой промежуток времени маленькие клиенты превращаются в настоящих моделей. Теперь они выглядят как популярные спортсмены или селебрити. Если стрижка подстрижена качественно, не нужно никакой укладки, ухода. То есть они проснулись и пошли. Все, что подстригут ребята, все сохранится очень долго. Ну, примерно на сколько можно рассчитывать? Я думаю, что месяц. Преображение мальчишкам наверняка запомнится надолго. Ну, а для барберов такая акция – отличная возможность бескорыстно подарить частичку внимания и хорошего настроения детям. 23 февраля на флоте «Как хорошую свадьбу» принято отмечать несколько дней. Во всех гарнизонах Северного флота состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества. Командиры частей поздравили личный состав с праздником и поощрили лучших военнослужащих. На боевых кораблях и судах обеспечения флота, помимо Андреевского и государственного флагов, были подняты флаги расцвечивания. В городе Герои Мурманске, в городе Воинскославы Полярном, главной базе Северного флота Североморский состоялись троевые прогулки военнослужащих по улицам главного города в сопровождении оркестров. Также воины-североморцы почтили память доблестных предшественников, защитников Заполярье, возложением венков и цветов к воинским памятникам. Новость о том, что на борту авианесущего крейсера Кузнецов вновь вспыхнул пожар, оказалось ложной. Согласно официальному сообщению Северного флота, на флагмане была организована тренировка по борьбе за живучесть. Несмотря на то, что крейсер проходит плановый ремонт, на одном из судоремонтных заводов в Мурманске служба на корабле продолжается. Так, командованием было принято решение организовать тренировку по борьбе за живучесть по варианту возгорания электрооборудования в одном из ремонтируемых отсеков. Была сыграна учебная тревога. Экипаж действовал по штатному расписанию при возникновении аварийной ситуации. В ходе тренировки были отработаны действия личного состава с условным применением средств пожаротушения. Также была отработана эвакуация рабочих, проводивших ремонт на корабле, и проверена система оповещения. Шахматисты встретились на очередном фестивале «Полярный гамбит». Международный турнир был посвящен памяти Станислава Крылова, в прошлом одного из ведущих тренеров Мурманской области. В течение трех дней игроки боролись за крупный денежный приз. В отеле «Азимут» встречали участников третьего международного шахматного турнира «Полярный гамбит». Фестиваль так пришелся по душе любителям и профессионалам этого интеллектуального вида спорта, что стал ежегодным. Благодарность именно Министерству спорта Мурманской области, они очень серьезную и большую помощь на сегодняшний день оказывают шахматной федерации. Спасибо большое администрации города Мурманска, спонсору «Азимут» отелю, потому что благодаря им мы, по крайней мере, 30% задачи решаем. Компании «Фосагра», которая оказала финансовую помощь, насколько я понимаю и знаю, они очень серьезно относятся к шахматам и фактически являются теми, кто популяризирует этот вид спорта. И торговому дому «Еврорусс», который всегда нам помогает. Шахматы – по-настоящему красивая игра, совмещающая искусство логического мышления и спортивное состязание. Благодаря таким турнирам, желающих овладеть мастерством интеллектуальных баталий, с каждым годом становится все больше. Здесь собрались те, кто постигли эту науку и будут три дня как раз искусно играть в науку под названием «Шахматы». Турнир проходил по двум дисциплинам – «Блиц» и «Рапид». В первый день соревнований зарегистрировались более 80 участников, а на быстрые шахматы – около ста игроков. ДСАФ у нас в основном занимается военно-прикладными видами спорта и развитием их. Но сегодня такой замечательный день. Турнир, международный шахматный турнир, где принимают участие и члены ДСАФ, и члены юнармии. Поэтому, как говорится, ум, честь и совесть – это самое основное, наверное, что ценится в людях. Поэтому пускай сегодня победить сильнейший. Приятно видеть очень много таких умных, интересных, молодых и возрастных лиц. То есть чувствуется, что и наши мурманчане, и наши гости – люди объединены одним интересом. Интересом игры в шахматы. А это здорово, когда люди живут, занимаются любимым делом. Особенно отрадно, что в нем в этом году принимают участие представители разных регионов. Это и Москва, и Санкт-Петербург. Это Петрозаводск. Участники из Норвегии. И очень высоко квалифицированные игросмейстеры. Крупнейший в мире шахматный турнир за полярным кругом собрал самых амбициозных участников. Ведь сразиться есть за что. Гарантированный призовой фонд турнира – 250 тысяч рублей. Материальное вознаграждение – немаловажный стимулирующий фактор. Но по признанию самих участников деньги не самое главное. Я здесь родился, и первые 16 лет прожил. Занимался шахматами у Геннадия Киселева. После этого уехал в Питер учиться. Ну, собственно, остался там жить. Но вот стараюсь приезжать в Мурманск почаще. И когда здесь проводятся такие значительные масштабные шахматные мероприятия, то я очень этому рад. В Мурманске я был как минимум 14 раз. Потому что люблю играть в шахматы. И просто отдыхать здесь. Тут всего от Норвегии 5 часов езды. Турнир – это возможность повысить свою квалификацию и сыграть с сильными соперниками из других городов и стран. По итогам соревнований победителем в Блиц-турнире стал Артём Зубрицкий. А в дисциплине по быстрым шахматам сильнейшим оказался Алексей Ивлев. Честно говоря, я оказался в форме. Перед этим я играл в Москве в любительском турнире примерно 2-3 недели назад. Поделил там 2-3 место. И спустя, ну, такой, скажем, небольшой перерыв я ещё успел провести работу над ошибками из Москвы. Также сам позаниматься. И здесь было, ну, честно говоря, не очень трудно играть. Были нервные партии, конечно, но при этом, в принципе, всё прошло очень ровно. Международный чемпионат «Полярный гамбит» в очередной раз стал ярким спортивным праздником для тех, кому шахматы не просто игра, а настоящая страсть. Бойкая торговля, мастер-классы, песни и пляски. В Мурманске ярко-весело отметили начало Масленицы. На улице Самойловой в очередной раз организовали ярмарку. Праздник посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Ярмарка на Масленицу – древняя русская традиция. Вспомнили её и в Мурманске. На улице Самойловой снова открылись торговые лотки. Появилась иллюминация. Со сцены звучат русские народные песни. Прохожие участвуют в праздничных конкурсах. Ну, очень хорошо. Какое-то развлечение новое. Очень приятно. Приятно погулять, посмотреть. Весело. В торговле идёт бойко и с предложений в основном еда и напитки. Есть даже варенье из наших северных ягод. Например, брусничная или морожковая. Рядом с торговыми рядами установили большую карусель. А на другом конце проулка детей и взрослых развлекают народные коллективы и аниматоры. Пришедшие на праздник водят хороводы или соревнуются в перетягивании каната. Пока ещё только с концерта идём. Зато выиграли приглашение на пешеходную экскурсию. Дали рецепт эксклюзивный – блины с шоколадом. Поэтому ребёнок получил приглашение. Пригласительный билет на пешеходную экскурсию в 14 часов 29 февраля. Есть и мастер-классы. Например, всех желающих учат печь блины. Попробовал себя в этом деле и губернатор Мурманской области. На празднование Масленицы Андрей Чибис пришёл вместе со своей семьёй. Такие ярмарки, по мнению главы региона, пользуются у мурманчан спросом. А потому устраивать их теперь будут чаще. Традиция прижилась. Сначала новогодняя ярмарка рождественская, теперь на Масленицу. И очень здорово, что теперь горожане, гости понимают, что обязательно на праздник здесь чего-то будет. И огромное количество людей, все в хорошем настроении. Поэтому вот эту практику будем продолжать. Такие мероприятия на улице Самойлова будут на все праздничные мероприятия. Начало Масленицы праздновали до вечера. А вот сама ярмарка будет работать всю неделю, вплоть до 1 марта. Это всё на сегодня. Встретимся на телеканале Артик ТВ ровно через 7 дней, чтобы снова подвести итоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова